Приветствую! Очень часто я узнаю новости благодаря вам. И вот сегодня уже несколько человек скинули ссылочку на одну интереснейшую новость. Спасибо вам за это! Так вот, новость посвящена тому, что якобы мужчинам собираются запретить поступать в университеты. И конечно же всех интересует вопрос, мол, а так ли это на самом деле, есть ли какие-то законопроекты, да и вообще, а конституционно ли это? Собственно говоря, с вот этими вопросами мы сейчас и разберемся. В первую очередь следует вспомнить закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И там, согласно 23 статье, мы знаем, что у студентов есть право на отсрочку. И, соответственно, человек, который поступил в университет, который учится на дневной либо дуальной форме обучения, соответственно, не подлежит мобилизации. И вот, как пишут в новостях, да, что, мол, многие мужчины в Украине решили воспользоваться этой возможностью, чтобы уклониться от мобилизации. Что, мол, люди идут не учиться, а уклоняться от мобилизации. И здесь государство говорит, мы будем с этим бороться. При этом все-таки нужно обратить внимание, что если внимательно почитать новость, то мы увидим, что там идет речь пока еще, пока, подчеркиваю, не о том, что государство собралось с этим бороться. То есть там высказывают свою позицию адвокаты, общественные деятели и журналисты непосредственно. Что касается государства, что касается законодательства, на сегодняшний день пока законопроектов нет. Поэтому этот вопрос мы закрываем, да. На сегодняшний день законопроектов, зарегистрированных законопроектов по поводу изменения либо 23 статьи закона Украины о мобилизации, либо же закона об образовании пока нет. Но, конечно же, вопрос, а возможно ли это? А соответствует ли это Конституции Украины? Чтобы понять ответ на этот вопрос, давайте посмотрим, соответственно, Конституции Украины. Ну а в Конституции Украины мы находим статью 53, в которой закреплено право на образование. То есть право на образование это конституционное право каждого гражданина Украины. И обратите внимание еще раз, 53 статья, 53, это очень важно. Запомните эту цифру. Почему ее нужно запомнить? Потому что сейчас мы обратимся к статье 64 Конституции Украины. Почему? Потому что сейчас военное положение в стране, а согласно статье 64 Конституции Украины, Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограниченными, кроме случаев, предбаченных Конституцией Украины. И далее. В умовах военного или надзвичайного стану могут установить окремые обмежения прав и свободы из-за значения строку дии этих обмежений. Але, зверніть увагу, тепер найважливіше, не можуть бути обмежені права і свободи передбачені статтями. І пишо в перелик статтей. Чого ми здесь не видим? Ми здесь не видим 53-й статті к Конституції Украини. А що це для нас значить? А це для нас значить, що в условіях военого положення право на образовання може бути ограничено. Конституція Украини предусматриває таку можнасть. Як вона може бути ограничено? У мене є своя версія по цьому поводу. Ніхто не буде вносити змінення в закон о мобилизованій підготовці і мобилизції. І ніхто не буде вносити змінення в закон об образований, о высшем образований. Тому що це законы, це завжди все складно і є з цим определенні трудности. Що можна здець? А здець можна злеща. Постановок Кабмина. Либо, ще проще, приказом министра образовання внести змінення в правила приєма. І там указати, що приєм в университеті, да і в любі учебні заведення, осуществляться буде только при наличі военно-учетного документа с отметкою о постановці на учет во время военного положення. І все. І все. І на этом все. Вот журналисты спорят і адвокати о том, що, мол, конституціонне право, там закон провести сложно, принять його сложно, будуть там дебаты і прочее. І я соглашусь, там можна оспаривати этот закон, але можна тихо, быстро змінити правила приєма і все. І я думаю, що якщо господарство захочет це зробити, воно зробить именно так. Тобто, якщо ми захотимо ограничити право на образовання, ми не будемо його ограничувати, ми просто добавимо плюс один документ, воєнний билет, со свєжєю отміточкою і все. На сьогоднішній день, хочу вас успокоїть, пока нічого такого нет. На сьогоднішній день, щоб поступити в университет, либо в какое-то другое учебне заведення, чоловіку необязательно иметь военно-учетний документ. Он може прийти без нього, поступити без нього, але потім, естественно, там в течіні полугода от нього будуть требувати постановки на учет, соответственно, і подтвердження цього в университеті. Т.е. в ТЦК і СП йти придеться, але после поступления. Сейчас порядок такой. Пока на сьогоднішній день никаких проектов, наказів, министра, постановка, обміна, либо законопроектов в публичному доступі нет. Тех законопроектов имеється в виду, которые меняють щось для мужчин в контексте поступления. Поэтому пока здесь никаких новых ограничений не введено. Я надеюсь, что я вас сейчас хотя бы чуть-чуть порадовал. Редкие видео, да, когда можно людям сказать, что пока их права не ограничены. Но ключевое слово, конечно, пока. Нужно понимать, что такая возможность, безусловно, есть. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, подписывайтесь также на мой телеграм-канал, и вы найдете там много полезной информации. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok